Здравствуйте! Что же, продолжаем практику. Я все еще пока буду сидеть немножко боком к вам. Давайте начнем, как обычно, с распознания своего состояния, какой сейчас в целом. Просто касаемся внимания того, что мы называем общим состоянием, внутренней погодой, какой сейчас. Затем по звуку Гонга мы можем пересечь символические границы нашей практики, поклонившись, если кланяйтесь, и дальше будем следовать уже внутри этого пространства. Хорошо. И уже сейчас, когда звучит Гонг, слушая его, можем еще раз обратиться к своему состоянию. Возможно, сам этот переход в пространство практики уже начинает что-то делать, чуть-чуть что-то менять. Дальше можем обратиться к своей позе, почувствовать ее, насколько вам удобно и устойчиво сидится. И затем предлагаю сделать четыре вида таких физических прикосновений к себе, которые мы можем символически связывать со стихиями. Начнем с огня. То есть так себя обстучим. Обстучим по всему телу. Вот такие вот слегка обжигающие, обжигающий контакт. Приятно обжигающий. Когда по голове, вот имеет смысл так, ноготками поколоть слегка, активизируя кожу головы. Потом по лицу, подушечками пальцев. И дальше уже по всему телу, чувствуя такую адекватность этих постукиваний в каждой части тела. Где-то посильнее захочется, в каких-то частях где-то послабее. В общем, проходим все тело. Если есть возможность до стоп дотянуться, до стоп тоже. И можем по мере того, как мы это делаем, чувствовать, как меняется что-то в ощущениях. Больше оживление такое происходит. Согревание тела, энергетизация такая мягкая. Хорошо, и затем завершим и посидим немного. Эта стадия наблюдения после того, как мы сделали вот эту активность, привели, она тоже важна, потому что мы можем здесь чуть внимательнее почувствовать, обратиться к ощущениям, почувствовать, что меняется, как меняется. Как волна изменений движется в вас. Хорошо, и следующий – это воздух. Мы можем как будто бы так вот снимать что-то, какие-то себя вуали. Второй коже, не знаю, что представится. Как будто стряхиваем, но так вот мягко продолжается дальше в воздух, в пространство. Это движение. Такие воздушные прикосновения. И опять завершим и посидим немного, чувствуя, может быть, разницу, небольшую. В ощущениях, переживаниях, в общем, как дышится сейчас, как в целом вы в теле себя чувствуете. Следующий вид соприкосновения, если мы связываем с землей, мы можем обдавить, обмять все тело, проходя по очереди каждый участок. Как будто бы придавая форму, напоминаю тело в форме, чувствую плотность, как будто вылепливая. Хорошо. И опять посидим какое-то время, чувствуя, что меняется после этого, есть ли какие-то специфические оттенки, изменения ощущений. Следующий, последний вид соприкосновений из этой серии – вода. Мы можем пустить потоки воды, пройти по всему телу, как будто обрывая его. И потихонечку завершим. Опять посидим какое-то время, сейчас мы можем чуть больше обратиться к позе. Еще раз, если нужно, поправить ее. Чувствую устойчивость в области таза, вертикальный позвоночник. Как сейчас дышится, как вот после этих четырех видов прикосновений вы себя чувствуете? Меняется что-то хотя бы чуть-чуть с начала практики. Давайте уделим внимание окружающему пространству. Просто посмотрим в него, встречаясь с какими-то разными объектами, взглядом. Если это знакомое вам пространство, можем как будто приветствовать, как старых друзей, какие-то вещи. Кто же, может быть, обнаруживая каждый раз какую-то новизну, новизну этой встречи. Если новое пространство, то тем более, тут новое обязательно вы обнаружите. Здесь мы можем, знаете, как-то проявлять такое доброжелательное любопытство. То есть просто смотреть с интересом. То, что нас окружает, видеть это, встречаться, замечать. И также обратите внимание, где движется ваш взгляд. Если он движется на одном уровне, на уровне глаз, собственно. Тогда давайте вспомним про верх и низ. Они у нас тоже есть. Немножко так увеличивая объем пространства. И замечая, в целом, когда мы так находимся в контакте, в более внимательном контакте с окружающим пространством, то делает ли это что-то с нами, опять же. Меняет ли что-то в вашем перерывании себя прямо сейчас, в этом конкретном месте. И постепенно давайте доберемся взглядом до своей чашки. Надеюсь, она где-то у вас припасена рядом. Можем какое-то время просто посмотреть на нее, ничего с ней не делаем. И тоже, просто когда мы продолжаем смотреть, даже если уже надоедает в какой-то момент смотреть на одно и то же, можем продолжить все равно, обнаруживая, может быть, какие-то новые детали. Самое главное, что мы можем замечать, а что происходит в этом контакте с нами. Меняется ли что-то в вашем отношении к этому предмету простому, бытовому, пока вы замечаете все новые и новые детали, пока это распаковывается как будто в вашем восприятии. Затем можем немножко поиграть с перспективой, меняя ее. То сужая взгляд, вот как мы сейчас сделали до самого объекта, тоже ширяя в виде сразу несколько, в виде какое-то пространство, куда этот объект включен в отношениях с другими объектами. Что-то рядом стоит или лежит, на чем-то сам этот объект, кружка в чашках стоит. То есть есть какая-то сеть отношений между ними, пространственных, цветовых, какая-то композициями в отношении форм, размера. Можем несколько раз то сужать взгляд, видеть саму чашку, то расширять в виде ее в отношениях с другими объектами, замечая, делает ли это что-то с нами, изменение такой перспективы. Соответственно, если вы замечаете это, то может быть хорошим приемом для отношений вообще с чем угодно практически в нашей жизни, для изменения точки зрения и вообще какого-то восприятия. И еще один шаг предлагаю сделать, когда мы можем вписать себя в эти отношения, просто вспомним, что мы тоже здесь как физическое тело. Это включение себя в композицию отношений. Меняет ли это что-то? Хорошо. Если вы что-то замечаете, то каждый раз можем как-то делать такие внутренние заметки, что вот кто-то есть и могу ли я это как-то использовать в жизни. Полезно ли мне это? Дальше давайте поднесем руку, потрогаем чашку немножко. мы будем через тактильный контакт с ней. Есть температура, есть плотность, какая-то фактура, еще какие-то тактильные ощущения. потом приподнимем ее, чувствуя вес. Это еще один фактор реальности. И потом в какой-то момент можем поднести чашку к носу, понюхать аромат, вдохнуть. У кого-то он может быть сильный, у кого-то слабый, у кого-то может быть вообще нет никакого, но тем не менее можем побыть с этим каналом восприятия через него, как немножко его открывая в контакте с напитком. Подышим. Ну и в какой-то момент можем сделать глоток, почувствовать контакт со вкусом. И если не будем спешить, а потом еще и после вкуса, вот продолжающийся вот этот шлейф ощущений. Почувствуем. И следующие минутки три давайте посвятим именно такому неспешному питью, контактируя с напитком через все каналы восприятия, чувствуя тактильно, визуально видя, вдыхая аромат, чувствуя вкус, не спеша с остановками. Редактор субтитров О.Голубке Корректор А.Кулакова Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... И после чего можем отставить чашку в сторону. И вот, кстати, здесь я как-то не говорил об этом никогда. Вот как мы расстаёмся с объектом, тоже важно, мне кажется, не менее чем как мы встречаемся с ним. То есть если мы можем как-то с благодарностью отпустить эту чашку, не отпустить её просто так, поставить её аккуратненько, как бы попрощавшись, сказать спасибо за эту встречу. И дальше можем переключить внимание на другие аспекты практики. Снова давайте обратимся к позе, если нужно её ещё раз поправить как-то, может быть, поелозить немножко, ввинчиваясь в эту поверхность, на которой мы сидим, и усесться поплотнее, устойче. В какой-то момент можем позволить глазам закрыться и обратимся просто к ощущениям тем, которые есть сейчас. Может быть, связанных с дыханием, как дыхание встречается с этими ощущениями во рту, по всей длине дыхательного пути, который рядом с пищеводом, с желудком. Если тепло, например, остаётся у вас после напитка, дыхание может как-то встречаться с этим. С послекусием тоже. В целом можем обратить внимание, что изменилось за время практики, за время вот этой нашей встречи с напитком и с собой, соответственно. Сначала, как только мы ещё входили сюда, как и сейчас. Хорошо, и пойдём дальше нашей сонастройки с разными аспектами реальности жизни, как она сейчас происходит. Давайте опустим внимание в точке опоры, в таз, немножко погудим с этим ощущением опоры. Замечаю определённую динамику, изменения. Пока мы остаёмся с этой зоной, может быть, тело будет как будто больше и больше усаживаться, контакт уплотняться. Здесь мы можем чувствовать связь с дыханием. Если плотность контакта с опорой нарастает потихонечку, если вы чувствуете, что всё как-то плотнее и плотнее, садитесь, усаживайтесь, влияя на дыхание и на ваше общее состояние. Хорошо, и затем поднимемся вверх по корпусу, замечая, делает ли это что-то с нами, может быть, грудная клетка немножко раскроется, плечи. Дойдём до макушки, слегка оттягиваясь за ней и утопливая при этом подбородок в горло. Вот это вырастание вверх, делая ли что-то с нами. Дыханием с общим состоянием. Хотим соединим вниманием два этих вектора внутреннего движения. Вес стекает вниз, макушка очень мягкая, вот так растёт вверх. Можем покачаться ещё вперёд-назад из стороны в сторону, чтобы корпусом почувствовать, обнаружить вертикальную ось. Когда всё это сделали, предварительное, и вот проходку по телу, мы собираем всё это вместе. можем дать себе время, чтобы как-то разместиться в теле таким образом, чтобы это всё чувствовать одновременно. Тяжёлый таз, вертикальная ось, макушка устроена вверх, подбородок немного утапливается в горло, живот мы отпускаем. очень постепенно, постепенно можем располагаться в этой позе. и замечать отношения формы, внимания и состояния. Когда мы обращаем внимание на форму, ещё как-то её специальным образом выстраиваем, повлияет ли сама форма на изменение состояния. Чувствуете ли вы эту связь? Хорошо. Затем, если вы следуете моему предложению, этому ритуалу, предложенному, когда мы одну руку можем положить на грудь, другую на живот, давайте это сделаем, или не кладите, просто можем почувствовать себя в этих местах. Если положили, то можем немного подвигать руками в поиске каких-то хороших мест прикосновения, где руки лежат как-то хорошо, чувствуется. Немножко побудем с дыханием, с теми ощущениями, которые возникают от контакта. и обратимся к такой смысловой части нашей практики, к мотивации своей, к ценностям. Можем как-то внутренне спросить, зачем мы здесь, каждый из нас, зачем вы здесь. И затем посвятить свою практику чему-то значимому, имеющему смысл для вас. Если Будда, Дхарма и Сангха звучат для вас, эти слова как-то раскрываются внутренне. Можем вспомнить их. Но также какие-то другие, может быть, ценности и какой-то смысл ваш собственный. Если мы обращаемся к этому ценностному полю, то такое напоминание себе делает ли что-то, опять же, с вами сейчас. Затем положим руки удобно. Еще раз вернемся к позе, проверим основные зоны внимания. Таз, корпус, макушка, подбородок, живот и руки. Это мы сидим так, чувствую позу, дыхание движется здесь же. Затем давайте пройдем по отдельным участкам, замечая, что у них меняется, пока мы с ними остаемся. Начнем с глаз, мышцы вокруг глаз, пространство за глазами. Что-то может смягчиться, отпуститься там. Нижняя челюсть, если мы ее отпустим, чувствую вес, как она прям повисает. Указывает ли это влияние на дыхание, когда мы отпускаем челюсть? Язык во рту, как он себя чувствует сейчас? Можем ли мы его тоже как-то отпустить? В целом, вся ротовая полость, после напитка, может быть, еще после вкусия, тепло, еще какие-то ощущения. в губах так же. И лицо, кожа, мышцы, все лицо. И лицо. И затем затылок, шеи, плечи, плечи могут потечь вниз, за весом рук. Если мы отпускаем руки, чувствуем их вес, то и плечи могут мягко стекать, за весом рук. сами руки, как они лежат, спокойно. спина, вся спина, как она дышит. Вот это дыхание в спине мы можем чувствовать как такую дополнительную поддержку. На вдохе спина расширяется, может быть, немножко энергетизируется, раскрывается. А на выдохе лишние напряжения могут стекать вниз вдоль позвоночника. И затем вся грудная клетка, почувствовать ее в области ребер, как они расширяются, спадают. и во всем объеме. Как дыхание движется. Затем солнечное сплетение живут. Можно ли немножко еще чуть больше отпустить что-то в этой области? в этой области? Спасибо. 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 Промежность ягодиц и вес всего тела. Как он стекает, протекает сквозь тазовые кости. Можем чувствовать плотность контакта. И ноги от изобедра встав к стопам. Вернемся к целому телу, к форме нашего сидения, к хозе. Еще раз, как будто бы вливаясь в нее полностью, отдавая себя ей, позволяя этой форме, этой структуре удерживать нас и влиять как-то на общее состояние. Продолжение следует... Тот же дыхание течет в этой форме, в этой позе, в этом теле. Давайте побудем немножко с дыханием, беря по одному дыхательному циклу, как отрезку времени, такому с которым можем побыть. Можем пробивать каждый дыхательный цикл, как один-единственный, наполняя его своим присутствием. Чувствую, смакую, как мы чувствовали, смаковали напиток. Как, может быть, переживается вдох, все раскрытием, выдох, все отпусканием, паузу, если оно возникает, с ее затиханием. Новый вдох. Те моменты, когда вы будете замечать, что вы уже в каких-то мыслях, что отвлеклись от дыхания, от тела, это хорошо, когда вы заметили это, сразу же возвращаетесь к форме тела, позе и дыханию текущему, прямо сейчас и здесь. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова И опять, если мы можем побыть вот так какое-то время просто с телом и дыханием, также можем почувствовать и оценить свое состояние и какое-то, возможно, специфическое влияние, внимание к этим аспектам переживаемого опыта, как внимание к дыханию влияет на ваше состояние. если вы так хоть как-то очень очень вместе с своим дыханием, погружены в него, влияет ли это как-то. хорошо, и дальше я предлагаю нам еще немножко расширить внимание, уделить внимание еще одному аспекту, такому вот расширенному, раскрытому контакту с реальностью, как она есть. вот тело, его форма, поза и дыхание остаются в нашем внимании. Также можем вспомнить услушание. в этот момент добавляется ли что-то в вашем опыте. Затем, если вам удобно приоткрыть глаза, можно приоткрыть, глядя под 45 градусов, как бы в никуда, так расширенно, сфокусировано. неважно, есть что-то перед вами там или нет, какие-то объекты. Просто можем какое-то время посидеть, стараясь так вот оставаться и возвращаться к такому вот расширенному переживанию через все каналы восприятия. ежемгновенно осознавать, что происходит, какие феномены появляются в вашем перерываемом опыте, будь то внутренне или внешне. Давайте так посидим. Спасибо. Субтитры создавал DimaTorzok 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 И в каком участке его больше всего. Затем продолжая дышать, используя воображение, можем как будто бы расширять это тепло дальше. Может быть, к нему присоединится образ света, если вам это как-то подходит и нравится, и это сейчас адекватно. Или просто само тепло, какой-то другой, может быть, образ или ассоциации появится. Как это тепло могло бы распространяться по всему вашему телу, вот растекаясь по нему, расширяясь, распространяясь. Разливаясь. И участки тела хотят быть больше согретыми. Затем, если мы обратимся к такой сфере, которую называем сознанием, может быть, какие-то области нашего сознания, там, где возникают мысли, чувства, состояния какие-то. Хотят ли эти области тоже быть согретыми? Можем ли мы добавить туда тепла? Опять же, если это сопровождает еще образ света, да еще какой-то, то... Хорошо. Если нет, значит, нет. Это хорошо. И затем, я предлагаю еще это больше расширить, вспомнить о каких-то областях вашей жизни, которые хотели бы быть согретыми, или вы хотели бы, чтобы они были более теплыми. Может быть, это отношения специфические с кем-то, с каким-то человеком, с какими-то людьми. Может быть, это еще что-то. Ваша работа. Не знаю, деятельность какая-то. Это увлеченность. Какие-то сферы, где вы чувствуете, что тепло бы не помешало. Может быть, помогло бы. Мы можем найти способ, как представить, то эти области жизни немного согреваются. Можем послать это тепло туда. Поэтому, если вы делаете такой вот опыт, производите эксперимент, то делают ли это что-то с вами прямо сейчас, такое символическое обращение к каким-то областям жизни. Даже символически их как-то согревая. И можем так расширить свою зону тепла, распространение тепла. Настолько, насколько вы захотите это сейчас расширить. Мы можем послать немножко тепла друг другу вот в нашей встрече прямо сейчас. Еще какие-то области жизни расширены больше. где, может быть, вы непосредственно и не очень включены, но они почему-то важны для вас. Может быть, это будет какая-то совершенно максимальная зона, охватывающая мир, всю планету или даже всю Вселенную. Столько, насколько вы сейчас захотите расширить это тепло. Хорошо, и в конце я предлагаю завершить практикой благодарности, как мы это обычно делаем в последнее время. Можно поблагодарить друг друга внутренне вот за эту встречу, за создание этого пространства, за разделение опыта так или иначе. Я благодарю вас, каждого из вас. расширяя область благодарности можем вспомнить своих близких, тех, кто разделяет с нами жизнь, друзей, родственников, еще кого-то, близких существ, не только людей. Может быть, кошки, собаки или еще какие-то животные разделяют с вами жизнь. можем поблагодарить всех попутчиков, кого вы считаете попутчиками, не только тех, кто идет сейчас рядом с вами, но и кто был в вашей жизни и вышли вместе. Они продолжают идти в вашей памяти. можем поблагодарить всех учителей, тех, кто внес какой-то вклад в нашу жизнь. Был ли у нас наш контакт с ними живым, непосредственным, физическим, или они приходили к нам через книги слова. и мы можем поблагодарить тот путь, к которому мы идем, путь, который ждет нас всегда, который мы всегда можем вернуться, если отвлеклись в сторону. Поблагодарить себя, идущего, или идущую. по этому пути. И можно доставить здесь все, что захотим оставить в этом пространстве, взять в сегодняшний день все, что хорошо бы взять, важно взять, нужно взять. Сейчас давайте себя погладим по животу, по часовой стрелке, по кругу, и потом как будто разглаживая так по всему телу, пускайте потоки воды опять к ним возвращаясь, обоим как будто бы все тело, огладим, потом продолжим движение через потягивание, как ты еще можешь раскрывать его, отдаваясь этому потягиванию, сладко, может быть, как-то с удовольствием. Если глаза были закрыты, откроем их, глядимся в пространство, увидим его. Как вы себя сейчас чувствуете здесь и сейчас? Изменилось ли что-то в вашем переживании сравнить с началом? По звуку гонга можем, кланившись, закрыть это пространство. Десять минут посвятим творческому отклику. Продолжение следует... Субтитры создавал DimaTorzok 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 DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok Давайте поговорим Вчера у нас был такой очень длинный разговор интересный И вот о Дите Вы спросили про детей и говорит ли нам что это традиция буддийская дзенская по поводу воспитания детей но я обещал там какое-то свое мнение про это сказать что я знаю можем как с этого сейчас начать традиция здесь смотря что понимать по традиции если мы горим кит тексты какое-то основное такое тело традиции так сказать который передается из века век там меняется конечно как-то тем не менее передается и но она не очень но она практически не уделяет внимание никакого воспитания детей потому что это как бы не про это в принципе то есть можем сказать что за традиции это буддизм что но это одна из традиций освобождения так называемых то есть мы вот как у нас многие духовные традиции они так себя как-то определяют то есть они обращаются к такому нашему пласту переживания реальности такому то что можно назвать экзистенциальным самому глубинному самому вот важному вот мы в этом мире кто мы такие здесь и как мы здесь себя переживаем соответственно часто они исходят эти традиции из такого не ну определенного рода неудовлетворенности своим положением здесь цвет может выражаться в страхе перед реальностью в какое-то чувстве отчуждения вот в буддизме то что названо словом духа то есть такой вот очень большой спектр неудовлетворенности по поводу своего положения в мире и переживаемых на этот счет чувств но состояние чувств а и соответственно эти традиции предлагают какой-то путь освобождения от этого самого переживания вот той или иной степени неудовлетворенности и опять же в очень разных аспектах ну например там страх перед жизнью страх перед смертью входит в пакет сказать все это слово неудовлетворенность здесь конечно очень какое-то мелкое вот если мы испытываем экзистенциальный ужас тоже часть этого опыта но буддизм он как раз характерен тем что он говорит что у нас есть духа как огромный спектр переживание мы все это называем одним словом духа и работаем с этим как вот с наиболее интенсивными экзистенциальным переживаниями так и с наиболее каким-то сны с наименее с каким-то самым мелкими что ли поверхностными возможно вот но и соответственно освобождение происходит через обнаружение какой-то идентичности не той как мы себя воспринимаем и я считаю что более-менее любой духовный путь к этому ведет просто очень разными способами разными путями такому расширению идентичности к переживанию себя большим чем мы чувствуем когда мы не удовлетворены вот когда мы вот эти маленькие одинокие существовать здесь и как если человек это реально переживает как-то в своем опыте то это сильно чувствуется обычно как большое освобождение облегчение как бы такое обещание и что-то то как мы воспринимаем мир из-за того маленького существа из-за этой идентичности это не все что есть такие другие аспекты жизни реальности где нет этой скованности одиноким маленьким эго и этой маленькой жизнью это родилось прожило состарилось умерла но этот опыт именно важно что чем характерно духовной традиции если они практически да то есть как раз у нас мог быть догма на этот счет то есть как бы такого вот что нужно в это поверить каким-то образом без испытывания реального опыта своего ну вот есть такое на и именно это наверное больше тип в первую очередь там фейербаха и и маркс называли опиум опиумом для народов а то есть когда это действительно человек начинает в это верить и просто это облегчает его жизнь но ты не дает собственно час зачастую самого переживания вот и другие традиции которые мы за мистическими практическими они вот стараются через какие-либо психотехники обычно привести нас к переживанию как-то приблизиться к ним к этому переживанию расширенного я большого я может быть бессмертного я я который ничего не боится из того что мы здесь вот с чем мы встречаемся в этой жизни где в нас подстерегает постоянно смерть старость болезнь всякие невзгоды вот и поэтому ну вот я считаю что буддизм в первую очередь на этом сфокусирован и тогда дальше дальнейшие уже но отношениям с чем-либо с кем-либо они как встраиваются в эту парадигму что человек идет путем освобождения от каких-то главных инвестициальных тем в смысле не тем самих а вот этой скованность этой идентичностью которая боится жизни так можно сказать испугана жизнью напугана отгорожен от нее вот и соответственно дальше уже начинается путь а как да как и очень многие ведь как раз из этих путей вот которые практически они ну в той или ной степени можно их назвать монашескими да то есть когда опять монаш это здесь самом широком смысле где-то есть какие-то ордена монашеские то есть организации да сангхи вот монашеские ордена монастыри есть люди собираются там для того чтобы вот посвящить жизнь только этому а совместность группы она нужна лишь для того что для поддержки то есть группе лучше как бы легче выжить если она занята вот очень специфической деятельностью которая отличается от всего остальной социальной деятельности достаточно сильно то в такой группе естественно легче выжить каждому но сюда же в этом монашеский путь я включаю в том числе и отшельничество любое когда человек совсем ходит куда-то сам с собой и отшельничество тоже может быть двух видов он может стационарное отшельничество когда-то удаляется из пещеры там не знаю в лес еще куда-то пустынь или путешествующее отшельничество мы знаем что странничество практически в любой традиции есть вот из этих ну вот из из самых известных там в христианстве странничество есть странствующие монахи стран странник как таковой вот как духовного путешествия в странстве то есть человек не останавливается нигде не задерживается нигде надолго ну вот в исламе например странствующие дервиши суфи буддизме весь буддизм он с этого начался будда был сам странствующим таким вот монахом то есть он сделался когда ушел из дома и больше туда фактически вот не вернулся в домашнюю жизнь домохозяином все остальные там 40 с лишним лет 45 примерно он нашел один странником ну и соответственно комьюнити который вокруг него образовался он тоже такая была странническая не перемещались вот и получается что в общем то все эти пути они такие они как бы вот подразумевают в своем максимальном воплощении выход из сам каких-то обычных привычных социальных связей включая и семейную жизнь и соответственно дети и все все что с этим как-то связано но они же предлагают что-то и мирянам тоже обычно и мирянам нам то есть бывает важно вот как-то то есть мы задаемся каким таким вопросом окей можно так можно стать монахом странником там каким-то вот а можно ли вообще-то оставаясь мирянином оставаясь включенным активную жизнь социальную вовлеченным идти еще и духовным путем все таки вот тем же самым каким-то избранным или меня его как это ну задача может быть даже по ну вот я хотел сказать что она посложнее но на самом деле мне кажется в каждой из этих в каждой из этих способов жизни свои сложности и свои легкости так сказать свои трудности есть и в монашеском пути и в пути мирянина так что сравнивать просто мне кажется какой-то такой вот иерархии прямой не имеет смысла они просто разные и каждый несет в себе свое что-то вот но мы здесь вот собрались миряне и каждый опять же из нас своя ситуация там скажем у меня нет детей сейчас хотя у меня были их они там в течение 10 лет я вот жил детьми в семье и все в общем-то эти обязанности отца выполнял других сейчас есть эти у вас в общем по-разному устроено всех ну вот чтобы мне тут хотел сказать вот если мы говорим что вообще-то эти пути по сути так в своей основе заточены на такой вот уход фактически от такой активной социальной жизни включая семейную жизнь но люди которые следуют этим путем многие из них остаются в мирской жизни и в них есть дети тогда им нужно эту решать проблему точно так же как решать проблему там тех кто работает на каких-то работах то есть кто увлечен в активную социальную жизнь других областях занимается каким-то творчеством или еще что делает вот такое мирское условно мирское вот может может можем ли мы совместить нашу практику духовную вот с этой мирской жизни это большая задача который можно просто мне кажется и нужно перед собой ставить если мы идем этим путем именно тут мы уже можем посмотреть на конкретные примеры как вообще эти традиции которые вроде бы это не имеют ввиду но в любом случае мне им приходится иметь с этим дело с этими областями жизни и вот вы одеться вчера говорили что вот как там дзен например происходит там мы можем проследить изменения вот в том числе социальные как ну вот люди которые считаются даже там священниками например они семейные или не семейные вот это менялось много раз и опять же в разных местах там в китае в японии в корее по-разному это было в зависимости от общей социального общего социального контекста потому что эти вот традиции они всегда там были сопряжены так или иначе государством взаимодействовали с ним чаще часто достаточно интенсивно часто были частью государственной структуры но в любом случае государство них влиял и вот например в японии я так больше знаю вот японскую традицию историю дзен там это тоже менялось достаточно долгое время вот человек посвятившийся духовном пути он просто уходил он сделался монахом и монах уже он как бы формально не имел права никакой там семьи то есть пока он монах но буддизм так устроен что человек может стать монахом побыть какое-то время потом размонашиться и вернуться в больше активной жизнь обзавестись семьей это никто никак не будет общественно осуждать ничего общего то есть вот это абсолютно нормальная этапа жизни вот человек стал монахом он там побыл какое-то время в этой практике он чему-то там научился потом он эти знания но какой берет свою жизнь и пытается это как-то адаптировать это к активной социальной жизни ну вообще вот жизни в миру так сказать но потом вот веру майди там вот когда собственно уже ближе к нашим временам когда там западное влияние огромное было и япония стал модернизироваться то нужно было модернизировать эту тоже структуру религиозную и значит буддийским монахом в целом включая дзянских не монахом точнее вот там такая система возникла человек монастырь стал восприниматься в основном как период обучения то есть вот человек приходит монастырь на какое-то время заранее знает что ему нужно пройти эту школу там минимум обычно три года но там есть свои особенности в каждой традиции там из этих вот уже дзен например разные там да есть системы он обучается на кого на священника и сейчас конечно то формально происходит как вот во многих таких традиционных обществах и в японии такое достаточно традиционная до сих пор во многих областях а то есть ремесло какое-то или там область деятельности передается от отца к сыну вот в семье соответственно если отец был священником дзенским то его сын по идее должен получить его приход а значит он должен что пройти этим путем это он идет монастырь проходит там этот период обучения его посвящают вот эти священники уже и он принимает монастырь под свои не монастырь точнее вот этот храм храм обслуживает соответственно пасту определенную там деревне какие-то городе эти прихожане приходят но практика там соответственно нашего татарская люди медитируют ну там еще про ритуалки это проводится конечно много там основном про похороны про смерть вот и естественно ну вот это священник оказывает ритуальные услуги так сказать населению и священник может иметь детей и вот уже сейчас какие-то современные учителя многие известные там шоу-су-зу-зу-зу-ки там ме-зу-ми-рошу ну в общем многие вот которые приехали на запад когда-то или там наоборот западные люди ездили в японию учиться у них они есть у них семьи у них детей много достаточно бывает вот и им нужно как с этим взаимодействовать понятно с детьми там опять же вот как я вижу там что-то читайки даже ну или их что они там сами рассказывают или их биографии какие-то просто что как как везде люди очень по-разному себя ведут с детьми и священники и даже какие-то вот известные учителя чем по-разному опять же проявляют себя и очень сильно влияет на них собственно та структура общества и те около тот уклад общества который есть и большинство из этих все-таки устоев они такие патриархальные даст ну вот и как бы не проникают в том числе в монастырскую жизнь и в жизнь вот этих людей которые там ну как-то вот с вами детьми взаимодействует ну вот отец он глава там семьи он и он должны все слушаться ходить значит перед ним на цепочках вот но конечно же это встречается с уже с конкретным характером и вот там например все же сузуки был человеком мягким он так достаточно мягко с сами детьми в целом обращался какие-то ну вот читалось а к случаю из каких-то воспоминаний о нем и его самого другие учителя там были более строгим то есть здесь как бы опять же то что я вижу влияет больше степени даже не сама традиция буддийская а собственно сам уклад общества вот я помню когда я впервые попал в таиланте когда еще начинал вот ездить так сказать по разным местам где практиковал более интенсивно вот я попал в такой монастырь тайский где была женская часть и мужская часть вот в хераваде там много таких монастырей где женщины мужчины в одном в одном монастыре как бы они как такая большая семья но просто там есть половина женская половина мужская они стараются не заходить на территории там не перемешиваться потому что все-таки монашеские правила действуют значит а насчет там сексуальности все это вот но большинство ритуалов происходит вместе песнопения какие-то общие ритуалы и едят например вместе ну там как бы есть такое разделение обязанностей когда мы мужчины то есть мы идем за едой идут мужчины за едой вот мы с чашками точнее мне как послушнику чашка не была положена я так шел с мешком с пакетом вот и мужчины приносит эту еду а женщины потом сервирует все ну вот что мне сразу не понравилось там этот этот иерархия ну я просто все-таки такой человек феминистических склон наклонностей считаю что важно равноправие а там вот эти монахи они во первых мужчин они сидят на возвышении еду они получают первые а вот женщины и мы послушники мы внизу значит такие вот сидим на каменном полу едим пасть до нас подносы с едой доходят последними то понятно что это мелочь и что для всех как то это то есть это какая тут эта разница в отношениях она не сказывается люди нормально друг с другом общаются и как-то подшучивают друг над другом там вообще ну я имею ввиду что какие-то достаточно равные отношения но как это выстроено вот структуре когда вот так смотришь ну там есть эта разница действительно вот патриархальное общество оно действует и там я вижу что вот это влияние конечно же если мы говорим о именно каких традициях то она проникает в отношения уже внутри сообществ этих самых каких-то религиозных там духовных и так далее то есть мне кажется в большую степени вот это плат самого общества влияет чем там практика духовная конечно они перемешиваются и тут тогда почему я вообще все это рассказывает потому что нам важно возвращаться к себе и смотреть как в нашей жизни перемешивается установки того общества где мы живем но мы живем там в основном вот всех кого этот знаю вижу достаточно западных достаточно западных обществах имею ввиду с таким западным мировоззрением вот где важно равноправие где важно уважение в том числе к детям где ребенок сейчас фактически культовое существо у нас вот культ детей последние последние десятилетия ну даже вот я просто попа вижу как изменилось отношение к детям по сравнению с моим там детством ну что я не был культом выпустили во двор и все на целый день а сейчас ребенка надо обрабатывать постоянно воспитывать там его всячески образовывать и на него вот он потому что просто детей мало стало и не конечно дороже ну просто это заметно да как общество меняется при уменьшении количества детей как это ценность становится более выраженной естественно отношение детьми и больше вкладывается и мы как бы получается что у родителей больше такого вот как бы обязательств которые на них уже накладывает общество тоже и контроль общества над родительством усиливается да вот моя подруга рассказывает что ее сын не разрешает пить алкоголь потому что говорит что меня тогда отправят в род в детдом если ты будешь пить алкоголь вообще ни в коем случае то есть только в доме запахла алкоголем сразу же надо прекратить это дело вот ну и в общем что этот хочу сказать об этом что традиция традиции и традиция особо то как я уже сказал ничего не говорит специфического про это но мне кажется можем использовать основной просто инструменты которые у нас есть наш основной инструмент это присутствие это универсальный инструмент который мы направляем так сказать на любую сферу жизни как я присутствую в чем-либо когда мы тренируемся присутствие вот формальной практике это у нас такое вот сконцентрированная практика присутствия стараемся возвращаться и возвращаться в тот момент как моя вот здесь к чему-то очень конкретному прямо сейчас происходящему вот что ближе всего к нам отдыхание вот тело вот мысли возникают приходит уходит если мы обращаемся и вот в этом конкретном нашем ретрите например чашка чая как я с ней присутствую ли я в отношениях с чашкой чая как я с ней обращаюсь и ведь если я обращаюсь просто если я уделяю внимание этой чашки мое сразу же отношение меняется на моем вот мы все об этом говорим пишем мы замечаем это она становится какой-то ну вот как я например чувствую всегда точно сразу же у вот меня переключается модус с функциональности на моду с бытия вот я как бы это для себя так разделяют след за эрихом фромом что у нас есть вот этот модус иметь как он от называл еще можно но я его еще как синоним использую слово функциональность вот чашка это чисто функциональный объект налил в нее выпил и тоже для чего выпил чтобы функцию какую-то в себе вот заполнить так сказать осуществить вот я помню вот советское советский режим он же был очень такой механистичный да и там было много рождающихся в этом обществе каких-то метафор раз которые как бы обращались к этому вот все такой конвейер и все должно вот как как шестеренки работать вот я помню что еде так часто носились вот такое выражение было подзаправиться вот как машину подзаправили и вот себя подзаправить то есть вкусно невкусно какое там чего и вот неважно главное закинуться чем-нибудь чтобы так супно было и это ну вот функциональные отношения у нас возникают с объектом и к себе я функция и он функция объекта общем мы каких-то функциональных отношениях и тогда опять же мы здесь вот уже обращаясь к промок его идея что я тогда и имеют чашку или не имею вот я в этих отношениях и фром противопоставляет этому режиму режим бытия и вот мне кажется это очень близко к дзянскому отношению и не зря сам фром увлекался дзян буддизмом у него даже есть и сцена эту тему психоанализ это ну смысле он как-то обращался к идеям дзянским может и сам не практиковал то естественно но вот как-то знал был осведомлен ну вот и вот мы берем от чашку и остаемся с ней как-то ее там нащупаем и нюхаем и вот как-то входим в контакт ну и наверное я предполагаю для большинства из нас это близко и опыт где мы можем чувствовать что мы смещаемся вот из режима чистой функциональности в режим бытия не знаю что функциональность исчезает она просто вот что называется трансцендируется то есть мы функциональность остается как фактор но она перестает быть значимой что бытие становится более значим встречи с чашкой мое бытие ее бытие наше бытие появляется какое-то вот это событие событие мне очень нравится это слово потому что она как очень показательно происходит событие и вот с чашкой вот с дыханием вот с мыслями своим состоянием вот там нужно городом с миром здесь стишок написал просто вот здесь у друзей я живу через кошка живет и она очень такая вот осторожно входит в контакт от вчера начать комнату не входила где я остановился она там сидела на пороге сегодня она уже лежала в кровати и наблюдала меня сзади трогать еще нельзя было но уже близко и наблюдала значит следующий шаг будет наверное я предполагаю потому что можно трогать уже мы войдем в трогательные отношения ну вот то есть мы как-то вот осваиваемся с чем-то все время с реальностью с жизнью мы входим в контакт через это присутствие и оно как-то раскрывается распаковывается если мы теперь снова вспомним про детей любых других людей которые значимы в нашей жизни как нам с ними ну вот мне кажется так же основной аспект не игнорировать не стараться ну вот замечать когда вот функциональность возникает вот вы функции я там функция папа или мама это функция ребенок вот мы значит функциональных отношениях нужно быть хорошей мамой что функции мамы хорошо исполнять вот кормить поить образовывать значит воспитывать обрабатывать как-то это один режим а второй режим это вот все таки через нашу практику какие-то ее аспекты вот это присутствие просто вид человека видеть какие-то отношения где функциональность часть этого но встречи гораздо больше где опять же можем встречаться со своими реакциями вот вчерашний этот тема которую мы поднимали вообще тадите вы поднимали ее насчет того что ценности различных ценностей да что вы разном возрасте у людей все очень по-разному вот саша сказал про горе годовалого ребенку которого колесико оторвалась а дети горел про горе дочери 16 там сколько 17 лет не по поводу что макияж лежит а мы также вспоминали что вообще-то вот есть сейчас беда огромная войны те же дети страдают гораздо больших бед трагедии есть как вы хотите упоминали люди с которым вы сталкиваетесь постоянно больные каким-то очень тяжелыми заболеваниями смертельными частую и соприкасаясь с этим нам часто кажется что проблема этого ребенка она или этого подростка но на какая-то слишком уж мелкая вот это вот то есть тут же возникает что то что мы психологии называем там обесцениваем твоя проблема ерунда есть тут побольше проблем ну и вот соответственно если мы используем наши принципы наши практики то важно опять же войти в контакт с тем что есть сейчас что не ерунда вот мы находимся в какой-то ситуации прямо сейчас встречи да вот так да мы сейчас вот где-то в определенном месте да здесь такая ситуация и это вот эта встреча она разворачивается прямо здесь сейчас и этот ребенок у него есть там какие-то свои сейчас и потребности и ценности и в соответствии опять же с его возрастом с его жизнью его жизнь будет меняться и все у него будет меняться и ценности его изменится и и поэтому вот мне кажется основной принцип это увидеть перед собой человека с его жизнью каким бы он ни был человек отнестись к нему как-то так человечески себя увидите в этом же тоже потому что мое отношение к этому это тоже часть этого процесса но и вот как-то найти найти это это баланс там чтобы уважать вот знаете на самом деле вот я так себя как определяешь какая основа моей например практики моего пути я называю это уважение такое слово есть хорошее уважение к бытию бытию чего угодно когда я обращаюсь к чему-либо там к чашке уважаю ли я бытие этой чашки если уважаю то я буду ее как-то может быть бережно достаточно к ней относиться не как чистой функции не потребительски входить в отношения с уважением если я обращаюсь особенно к живому бытию живому существу человеку то вот он какого-то возраста он с каким-то своими особенностями и мне важно тогда увидеть его но если я уважаю если это есть как бы как памятование как такого может быть к чему можно сюда вернуться как ценности ценность уважения тогда глядишь из-за того может развернуться как раз какой-то способ отношений прямо сейчас вот то есть конечно вся моя речь сейчас она такая достаточно абстрактно звучит но ну вот мне просто важно чтобы были какие-то базовые ценности которых мы могли бы помнить как такой пункты возвращать к чему можно возвращаться как о чем-то важно хочу отталкиваться уже в уже конкретном воплощении ну потому что там а что значит вот если я уважаю человека то там ребенка то мне как конкретной ситуации мне попустительски там как-то ничего не запрещать но это тоже неправильно потому что это вредно будет просто для него же не высказывать своего мнения по его поведению это тоже вредно он не получает обратной связи а как вот как-то для меня это это какой-то сильно баланс вот если я уважаю человека вне зависимости от его возраста и его установок каких-то то как я смотрю на него я могу как бы здесь тоже я уважаю не только его я уважаю себя также здесь стою это важно что здесь такое равностное отношение мне было важно может быть высказать свое мнение о его поведении высказать какое-то свое видение ну какие-то моменты да то есть у нас любом случае неравные отношения с детьми они так как мы за них отвечаю до определенного возраста точно то это наше дело накладывать какие-то рамки запретов например я считаю что ну это правильно просто а как структуру нужно как структурировать их и хаос вот но если есть уважение тогда глядишь это все-таки будет может быть ну вот с уважением мне кажется это универсальный может быть универсальным принципом которым имеет смысл как-то помните памятовать что как раз ну я вижу самую большую проблему это потери уважения когда мы забываем об этом что входя в какую-то роль определенная я там мама я папа а это не кто какая-то функциональная часть семьей там меня я сейчас тут быстренько и подключу вот эту функциональную часть чтобы она как-то хорошо себя вела но вот здесь вот тогда мы сильно уходим из контакта реального и присутствие и в общем-то это нарушает нашу практику если мы хотим вносить практику вот в это в эти области жизни как раз присутствие уважение это может нас направлять в нужную сторону ну вот это мои какие-то размышления на эту тему и то как это в общем то опять же я опираюсь здесь на что ну вот как я знаю эту традицию как я уже сказал что на определенное то как я вижу как это воплощается в конкретных семьях например людей которые практикуют в том числе учителей известных и своего опыта ну вот я говорю что у меня был там десятилетний опыт общения с детьми с маленькими ну что там такими как раз период такой вот от четырех и шести до четырнадцати шестнадцати я с ними был там разные были вот эти периоды как бы их взросления соответственно возникновение очень разных аспектов жизни так сказать вот как то что каких-то так у них вызревали определенные взгляды ценности их поведение менялось соответственно я тут могу то есть мои слова не как-то не голословно все-таки не не абстрактно совсем то что я исхожу из своего в том числе опыта чувствую что мне там помогало быть с ними как-то присутствие уважения как раз так владимир скажите я приветствую у меня тоже есть некоторый опыт занимались детьми мне их много четверо детей трое внуков вот и вот чему я у них научился по-настоящему это вот не то чтобы там давать не давать свободу у меня было особенно в начале отношения собственные ощущения что вот часть меня и вот я знаю как правильно а ты что тебе там не надо ты маленький не ищетожный я тебя должен научить что-то тебе передать а он упирается или она и вот это вот признание отдельность это вот наверное есть то уважение которым вы говорите вот так по-настоящему это вот такая очень интересная задача и еще вот я этому учился скорее не у детей а вот внука я рассказал что есть один из внуков с ростовистом аутического спектра и вот там для того чтобы с ним по-настоящему войти в контакт мне вот нужно быть действительно по большому счету настоящий и вот и он такой как канарейка как такой индикатор вот этого настоит присутствия я действительно у него этому учусь вот а собственным детям у меня два мальчика и две девочки они все очень разные и они вот какое-то время действительно очень остро переживала что как-то так я такой взрослый мудрые там они от меня не слушать и вот признание этого факта это был у меня большим инсайтом и отпускание спасибо спасибо Владимир Адите скажите здравствуйте спасибо большое за ваши мысли за ваше наблюдение про общество про то как это влияет на воспитание детей про то как меняются устои и все как бы меняется и вот у меня как-то нету совсем опыта я только слышала здесь это иногда вспоминают tiger family что вот 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 эти вот восточные дети да Таиланд наверное япония у них воспитание другое по принципам tiger family но я совсем не знала об этом может почитать надо ну потому что они те дети которые восточные в норвегии которых я видела индия тоже то ли им ставят очень жесткие требования потому что они очень хорошо учатся они там умеют играть на пианино и еще чем-то занимаются и еще на скрипке еще чем-то занимаются вот вот это да но я просто не знаю об этом только слышала про детархат на патриархат матриархат теперь у нас детархат это я полностью согласна и в моем случае это было очень очень интересно потому что я же советского союза и меня воспитывали вот так а потом я родила детей в норвегии и тут было совсем по-другому и вот ну как бы во мне то что было моим опытом да и то что я видела как здесь происходит но это было настолько другое и это было настолько по-разному и и да и еще конечно же все зависит от детей ну то есть как бы такие такой основной момент наверное когда советском союзе воспитывали детей как это говорили бить ее определяется знание бить ребенка шлепать ребенка нормально то что не дойдет и так далее но в норвегии ударил ребенка ребенка сразу же забрали и ты сел в тюрьму это вообще без варианта и даже если ребенок в садике в шутку сказал а меня папа ударил то его забирают и папу сажают в тюрьму а потом выясняется что ребенок пошутил вот ну то есть как бы в этом плане совсем другой подход и бить детей даже такой мысли не но и как бы вот хотя хотя были моменты когда было так тяжело потому что они другие ну мои дети и я настолько разные и еще был вот этот фактор что развод очень разные взгляды на воспитание моего бывшего мужа меня абсолютно разные и когда дети здесь одну неделю со мной одну неделю с ним я понимаю что наверное в этой ситуации в первую очередь им было тяжелее всего ну и соответственно мне было тяжело потому что да как бы это было иногда прям очень даже комично но я и вот когда пошел этот пубертат половое созревание период полового созревания у сони и она уже не хотела быть с папой только хотела быть со мной и я уже поняла что да она мой духовный учитель по полной программе шмотками макияжами все должно быть фирменным все равно все равно все равно она мой духовный учитель просто какой-то сенсей вот я помню какой-то момент она сказала она это часто говорила где-то 15 16 лет она это часто говорила мама тебя никто не любит иди и умри все дискуссии заканчивались приблизительно так в какой-то момент мне было больно мне было обидно я много плакала я не могла понять что с этим вообще делать в какой-то момент я поняла что да соня классная она блин сильная очень и меня вообще не боится и говорит то что думал и вот как бы в этом между мной и ею есть очень очень большая разница потому что я была забитая затюкана только вот так и и да и можно было делать все что угодно вот а здесь нет здесь просто все построились и все маршируют потому что соня так вот поэтому да уважение и принятие это самое важное и я очень часто возвращала возвращалась к вопросу ну почему почему у меня такой ребенок и ответ только вот единственное что мне это нужно это мои уроки наверное и ей и мне в равной степени это нужно спасибо оль саш скажите доброе утро я тоже добавлю ну вот такой аспект что когда рождается ребенок это и вот что это мой ребенок его надо воспитывать кому кто сказал надо ну вот надо то есть общество сказала вот тебе выпал с неба ребенок ты его должен воспитывать меня никто не учил как воспитывать детей вообще никого никто не учил это я я сам как бы дитя интерната что называется я учился два года в школе-интернате в новосибирске и он был такой ну как бы основатель этого интерната они пробовали делать такой прототип некого интерната по образу бориса стругацкого который значит описывал эти вот интернаты будущего и я потом читал письма бориса стругацкого переписку его с некой дамой такой именитой воспитание детей у них большая была дискуссия вот она конечно же давил на то что как семья должна вас ну как без семьи мама папа там нужно воспитывать детей а он вот свою линию проводил что а с какой стати люди же никто их не учил воспитывать детей они воспитывали как бы экспериментирует фактически над детьми не зная что делать а нужно отдавать специалистам в руки детей чтобы они правильно воспитывали и вот это вот дилемма а я на самом деле до сих пор не знаю как правильно и вот с этой точки зрения может быть вот в традиционных обществах типа восточных вот с точки зрения интернатов и вот более специализированного централизованного скажем так воспитания если такой опыт я вот не знаю может быть буддийских обществах каких-то и и что тут правильно такой вопрос как бы тема для дискуссии не знаю подхватит и по поводу обществ по поводу традиционных опять же вот этих обществ целом же там то что называется чем как традиционнее общество смысле она уходит куда-то традиция уходит дальше в прошлое тем часто чаще это ценится семья именно да вот как мы же говорим там семейные ценности да вот собственно они как бы включены обычно в этот традиционный поэтому конечно в основном ценится что вот чтобы была это целая полная там семья поэтому там с разводами в традиционных обществах сложнее гораздо бывает и вот должно быть большое количество детей все доходить должны по струнке в общем достаточно строгие правила и да и бывает и бьют там и по-всякому ну и вот вы еще упоминали о дите вот эти восточные семьи там как цвет на ней там ну там вот как я вижу опять же восточный вот этот сам термин восточная семья это какой-то очень уж очень обобщен очень широкий потому что это на там можно увидеть сам что все-таки в индии там какие-то свои особенности есть и в восточной азии свои в дальневосточной свои ну вот в японии то что я вижу то есть с одной стороны там сильно достаточно жесткая бывает отношение ну как как бы к правилам вот ты должен следовать правилам да ты вот именно должен но при этом без потери уважения вот особенно сейчас вот все-таки сильно отменяется и я просто знаю там ну и это для кореи тоже вот я был в корее просто это видела в японии на мне это рассказывают ну вот ребенок пятилетний там можете найти откуда вчера буквально горел и он чувствует во-первых себя ну как во первых безопасно абсолютно да вот он идет и ему уступает дорогу что он как бы идет школу например один к нему проявляется определенное уважение и такая бережность при этом одновременно с этим у него и вот очень жесткие там правила тоже чего должен чего не должен там в семье например накладываться часто но опять это все какие-то очень большие обобщения потому что зависит от семьи зависит от многих факторов но вот саша по поводу вопрос а что если вот насчет интернатов какие-то но вот монастыри вот многие монастыри ведь там особенно тибетские просто вот опять есть разные в разных традициях по разному этот вопрос решается все-таки вот сколько я знаю в тхироваде в основном но не помню что там совсем маленьких детей бы отдавали в монастыри там скорее подростком и например в таиланде там даже есть такая обязанность что каждый подросток должен прожить в монастыре определенное время там не помню ну вот достаточно то есть чуть ли не два года по-моему вот какая-то вот такая типа такой вот как во многих странах есть в армии прослужить а там значит вот тоже должен монастырскую жизнь прожить и конечно что они там делают ну вот я даже вот я говорю просто тех монастыря где я был я видел вот ну дурака валяет но потому что он как бы должен и вот да просто взяли и поместили он это без какого-то собственного выбора происходило но формально вот он соблюдает все там как-то вот старая ну как бы его там в рамках держит ну в общем вот такая вот тоже своего рода социальная обработка происходит но это вот как в конкретной стране я просто не знаю как там в других но в целом вот хераваде я видел что все таки если отдают в монастырь то есть обычно там действительно так как семьи все еще достаточно большие то дают кого-то из детей монахи потому что тех странах не ну как бы во первых человек будет пристроен будет накормлен напоен многие же бедные по-прежнему семьи а тут все таки есть какое-то обеспечение а и социальный статус достаточно такой вот ну хороший высокий вот и опять же там есть эта идея заслуг вот особенно вот в этой традиции хераваде там очень сильная идея заслуг ну смысле что когда ты мирянин то поддерживая монахов ты заслуживаешь ты как бы накапливаешь себе хорошую карму так сказать и в следующей жизни ты родишься уже с плюсом в карму как это сейчас говорят ну просто и как но люди в это верят в целом да вот особенно кто попроще если так вот не глубоко образованные люди про так сказать которые мы называем простыми людьми не особо рефлексирующие ну вот это такая как бы основной миф которым они живут и поэтому это обеспечивает монахам еду собственно ну то есть это какая-то выгодное отношение вот вы к монахам хороша отновестись вам зачтется вам зачтется вы сделали хорошее доброе дело и если поэтому кто-то из семьи становится монахом но это значит для всех членов семьи тоже хорошо всей семье но это вот так в одной стране конкретно вот то что я знаю про таиланд вот в тибетском буддизме там ну ты наверно видели там по фильмах по каким-то там прям маленькие-маленькие дети могут быть монахами их прям вот отдают с самого детства опять же я думаю что это из-за социальной просто удобно вот когда большая семья все бедно живут очень то пристроить хоть как одного хоть какое-то количество детей в монастырь это просто с точки зрения выживания удобно ну и там отношения разные ну вот опять это мужское сообщество мужские сообщества они порождают сами по себе часто достаточно жесткие правила отношений мальчиков между собой то есть там и насилие бывает и педофилии бывает и всякое бывает но а собственно как бы тибет ну вот в тибете там нет какого-то такого очень прям сильно осуждающего суждения там гомосексуальности например ну как бы это такое и никто не не особо там ну это вообще никак не подчеркивает смысле что это не и не проблема и не не проблема никто с этим и не борется и в то же время никак не не выставляет это то есть просто какая-то вот часть жизни если там ну просто это я сейчас говорю один из таких известных лам не так давно там несколько лет назад написал там книжку своих мемуаров рассказывая жизни в монастыре ну вот как его в принципе насиловали там в общем обычно об этом как бы не принято рассказывать но вот он рассказать то есть могут царить очень разные отношения просто как в любом мужском сообществе закрытого типа армия тюрьма монастырь там есть определенные похожие вещи вот просто я будучи в армии знаю что там происходит было бывая побывал в армии но конечно кроме того как мужские сообщества сами по себе строятся ну важно все-таки вокруг чего они строятся понятно что тюремное сообщество отличается от армейского и уж точно монастырское сообщество и отличается от тюремного и и армейского тоже и соответственно дальше уже зависит от того например а кто там главный да там например настоятель какие он устанавливает правила как он следит за за происходящим в принципе то ну вот в буддизме еще со времен будды если вот там там же есть это если взять канон канон буддийских текстов счет самый древний который вот в палийском как раз буддизме почитается там есть два больших таких корпусов текстов один называется с утра собственно это вот жизни описание будды практика в жизни описание жизни описание будды и описание практики собственно что мы делаем что делаем именно вот практике буддизма в целом не только медитативной есть второй корпус который называется виная это описание правил правил жизни И судя по тому, как все это написано, они добавлялись по ходу дела. Ну вот, просто люди живут вместе, и им нужно как-то уживаться. И, соответственно, сначала они, может, вообще начинают жить без особых правил. Потом кто-нибудь что-то делает, он говорит, о, слушайте, так делать не будем, давайте запретим такую деятельность. И потом еще что-нибудь, еще кто-нибудь что-нибудь нарушил, и это запретим, и это, и это. В общем, все это обрастает правилами, и вот в каноне там их 300 с чем-то, не помню сейчас. И многие из них, они совершенно уже неадекватны для нашего времени. Но, опять же, монастырская жизнь и вообще такая традиционная жизнь, она очень консервативна, поэтому многие из этих правил сохраняются. Хотя, опять же, в сутре, вот где там упоминается про, когда Будда умирал, то вот это его ближайший ученик Ананда, он его спрашивает, слушай, ну, а как нам жить ты дальше, что после, ты уйдешь, вот, он уже, он не назначил этого, ну, следующего, кто будет главным? Он говорит, Ананда его спрашивает, кто будет после тебя главным? Он говорит, «Харма будет вашим учителем». «Окей, значит, а что нам вот настолько правил сейчас? Нам какие соблюдать?» Он говорит, «Соблюдать самое главное, а второстепенное как бы отпустить». А не сказал, какие из них главные. И они, собравшись вместе, во-первых, выбрали начальника себе снова, ну, или там он сам, власть общая, ну, видно, что человек сам эту власть решил прибрать к рукам. А во-вторых, он говорит, «Ну, так как Будда нам не сказал, какие правила, давайте все так и будем соблюдать. Все триста с лишним будут главными». И так это все вот и идет. Ну, вот это в Тхироваде, который соблюдает вот все те, ту винаю, которую предложил, вроде бы, со времен Будда еще. А там в других, в Махаяне, опять же, свой корпус правил образуется. Ну, и вот, например, в Дзен. Ну, какие-то действительно смешные, там, кажущиеся очень странными. Монаху не положено смотреть, долго смотреть на корабль. На корабль. Ну, видимо, какие-то монахи засматривались, отвлекались от раки. Вот очень такое прям конкретное правило. Вот тут на корабле долго смотреть не надо. На лодке. Ну, и по поводу сексуальности тоже много всяких. Вот одно из таких, которые я запомнил, что монаху не надо заниматься, нельзя заниматься сексом с тыквой. Ну, потому что там перечислены другие виды секса, конечно, там. Ну, с женщиной, с мужчиной. Ну, вот, видимо, кого-то поймали за занятием с тыквой и решили точнить, что не надо обходить это правило. Вот. Ну, в общем, поэтому, знаете, все-таки, опять же, это есть установки, есть правила, но они зачастую, как и в любом обществе, ну, как-то просто по инерции осуществляются. А есть вот что-то живое, что-то живое присутствие. И вот в каких-то, например, тех же монастырях, вот как у вас было, насколько я понимаю, Саша, по твоим рассказам, в этом интернате, там действительно были какие-то идеи гуманистические, да, да, они там еще такие, очень в советском, в советских мифах были укоренены, но все равно они были так хорошие. И насколько они в вашем случае были осуществлены хорошо. Да? Ну, глядя на тебя, как ты стал большим ученым, значит, тебя хорошо выучили там, в этом интернате. Ну, я не знаю просто, как к вам там относились, как вы друг к другу там, в смысле подробностей там, ну, судя по твоим рассказам, ну, как-то в целом по-человечески было там, да. Вот, и также вот в разных монастырях, как я вижу, вот, опять же, и по своему опыту, и по рассказам вот людей, ну, вот где-то действительно там и больше насилия, где-то больше каких-то вот этих жесткостей какой-то очень такой формальность, формальных правил и меньше человеческого отношения. Где-то больше, наоборот, просто вот доброты, дружественности и, соответственно, следят за тем, чтобы насилие, которое в любом человеке и в любом обществе проявляется, и там в мужских особенностях, в сообществах, чтобы его нейтрализовать, уменьшать и так далее. И все время как-то вот балансируется. Поэтому в каждом конкретном случае это может быть там по-разному. Вот. Но вот из того, что если мы сейчас мы говорим о каких-то отношениях социума большого и традиции там духовной или религиозной, то я знаю только вот, что, ну, получается, монастыри сегодня такими вот были фактически интернатами, да, специализированными интернатами. И то вот в разных странах, я говорю, что с разного возраста могли начинать это все делать. Жестких рамок в принципе не было, насколько я понимаю так вот. То есть всегда какой-то спектр. Но есть просто как бы более принятые, ну, вот такое, что в Таиланде это все-таки подростки. В Тибете это прямо может быть с детства сам. Там в Японии, но тоже в основном все-таки как бы с подросткового возраста. То есть маленьких детей не отдавали обычно. Что-то я не помню, что бы прям... Ну, как бы, может быть, я ничего-то не знаю. Может быть, в каких-то... Опять же, там же даже вот, если взять японский буддизм, там целый ряд различных традиций. Кроме дзен, там еще другие есть. Поэтому я всех не знаю. В дзенских монастырей, вроде бы, в монастырях, ну, где-то вот там, начиная примерно с 12 лет, вот так вот в среднем... Какой-то раннеподростковый период, где уже начиналось это. А все-таки старались, чтобы детство человек провел в семье. Ну, то есть это просто, опять же, ценность семьи там как-то была больше. Ну, вот это как бы все, что я знаю, могу сказать, поучаствовать в дискуссии. Алексей, скажите, пожалуйста, и мы на этом, наверное, будем на сегодня завершать, потом продолжим. Да, доброе утро. Я хочу сказать, что все наши эти разговоры очень помогли мне увидеть про себя и про свои отношения с дочкой. Потому что я когда рассказывал, что у меня нет сострадания теми старения, это, собственно говоря, было с ее подачи. И эти четыре года она говорит, ой, у меня седые волосы уже, а что делать? Что я старею? Ну, и мы тогда посмеялись, в общем-то. Вот. А потом еще там кран у нее потек. Она в Питере живет, я в Севастополе. Потом щель какая-то в окне дует. Ну, в общем, постоянно какие-то бытовые проблемки небольшие. А по итогу, в общем, стало понятно, что ей была нужна поддержка. То есть потребность поддержки не удовлетворялась. Потому что еще муж уехал в длительную командировку, она осталась одна и, в общем-то, ну, просто растерялась немножко. И вот, мне кажется, зачастую люди, взрослые даже, не всегда могут разобраться в своих потребностях и попросить поддержки именно в конкретном каком-то вопросе. И они начинают тогда все валить в одну кучу, а вот внимательный взгляд, взгляд человека в присутствии, он, ну, правильный взгляд, как буддисты учат, да, как правильный слух. Можно услышать, о чем же человек тебе говорит и уже помочь именно в том, что для него актуально. Вот у меня такие выводы случились и захотелось поделиться. Спасибо. Спасибо, Алексей. Что, давайте я прочитаю, что мы сегодня написали. Алексей, как раз, написал старый новый, старый новый пришел в Севастополь со снегом. Проросли на газонах снежные бабы, разобрали в магазине морковь. Оля, смотрю на свою привычную кружку. Вдруг среди цветочков и розовых бабочек вижу еще одну бабочку с темными крылышками. Как могла ее не видеть раньше? Должно быть, она пролетела сегодня утром. Благодарю за совместную практику. Я написал, кошка сегодня подошла ближе. Я сегодня чуть ближе кошки к комнате, к городу, к друзьям, к себе, здесь, с кошкой, с комнатой, с городом, с друзьями. Идите. Сон земли под белым одеялом, за окном. Спокойствие внутри бывает или что-то еще. Оля, пора на таз и макушку в небо. форма весьма заметно влияет на состояние. Как это? Почему? Благодарю нашу сонху за поддержку. Владимир. В тишине утра чашка и смотрящий стали одним. Кус чая прекрасен. Нежнеутренняя тишина. Не думаю о грядущем, не вспоминая прошлое. Пью чай. Лимон в чашке, маленькое солнце пробилось сквозь снежную дымку. Прекрасная утренняя тишина. Внутренний или внешний, этот тихий свет, неважно. Утреннее чудо, исчез, смотрящие в тишине исчезли границы между чашкой и облаком. Благодарю за практику. Хорошо, спасибо. Я сегодня опять не смогу вечером. Наталью, сможете? Ну да, или я смогу, или может кто-то еще захочет, когда мы ну я в чате спрошу. Ну мы в чате там тогда поговорим. Да, если желающих не будет, то я смогу в принципе. Ну вот, договоримся. Хорошо, спасибо. Окей, ну а утром я нормально выйду завтра опять. Ну что, можем открыть окошки. Кто еще здесь у нас? Спасибо за встречу, за практику, шоковор. Все. И до следующих встреч. Счастливо. 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 Счастливо.